Отведай, богатырь! Вот это я понимаю пирог! Здорово, хлопцы! Как говорили на Руси, с вами Стэк. У нас сегодня очередная порция ностальгического наслаждения. Ещё одна игрушка про богатырей. Мы уже прошли с вами Алёшу Поповича. Сегодня у нас Змей Горыныч и Добрин Никитич. Точнее, наоборот, ну вы поняли. Мы играем за Емелю. Нам нужно пробраться в комнату Добриня, чтобы его разбудить. Стой! Без пропуска не пущу! Без пропуска, значит, не пустят. Ну, пойдёмте отсюда. Ага. Ну-ка, водички-то наберу. Да ведра нету, да? Угу. Можно уйти в Русь. Можно уйти налево. Давайте налево. Вот это ты даёшь. Так. Просыпайтесь, господин Пизы. Дело государственной важности. Да просыпайся же! Безполезно. Что-то у нас все спят. И Добриня, и этот спит. У нас много предметов. Дудка. Ду-ду-ду. Подуди в неё. Аа, значит, чернилы. Аа, что? Какая ещё проверка? Аа, что? Какая ещё проверка? О. Вот незадача. Чернилы-то кончились. Ааа, значит, чернилы. Я так понял, черник как раз в памяти осталось кое-что. Угольная пыль. Так, стоп. Возьми-ка баночку, чувак. Вот так. Черника. Угольная пыль. Серьезно? А что еще туда добавить нужно, чтобы чернил получились? Он меня не выпускает даже. А, там шиколда. Прям как у меня дома. Печь, 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 печь. Отрывок рецепта. Для этого лучше всего подойдут осады каменного угла. Из кузнечной печи черная желчь, болотные жабы и простая вода из колодца. Желчь жабы, вы серьезно? Капец, какая желчь? Где мне ее искать? Блин, нужно какое-нибудь ведро хотя бы для колодца найти. Черт возьми. Там какой-то портрет князя висит. Что он там делает? Подожди. Да ладно. Кто-то позволил использовать чернику-ягоду. А ведро-то мне все-таки не дали. Как я вам наберут воды из колодца? Вот, вот. Чувствуете, чувствуете? Игра уже дает, дает нам сложности. Это вам не орешь, Попович? Уже уровень сложности повыше. Так, 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 так. Во, во, нащупал, нащупал. Да! Во, на ведрышко мое милое. Как это было сложно на самом деле. Я вот прям вот навел и хорошо. Так, ведро. Ведро-колодец. Крути. Вот она, водичка моя. Ай-яй-яй. Разбавь чернилки. Ножку от стула положи быстро. Так, чернила. Все, отлично. Готово. Вот, добыл чернила. Хозяйственный отрок. Ес, ес, ес. Я теперь пройду к Добрыне и он меня впустит. Так, что у нас тут? О, так-то сразу. Ну, Гонец, сослужил службу и будь здоров. Князю я уж сам пойду. Так мне сам князь приказал при тебе оставаться. До особого его княжеского распоряжения. Ну, это поправимо. Переговорю с князем и будет распоряжение. Мне напарники без надобности. О, теперь Добрыне сам по себе. И нам нужно ходить, что-то искать и где-то что-то найти. Вот, женщина. Квас. Хочу кваса. Сударыня, а где у вас тут палаты княжеские? Ты в глаза по утрам чаем промывал. Прямо перед тобой палаты. За моим супермаркетом. И что надо сделать? Ну-ка, князь, милый мой, подскажи ко мне путь мой. Не вели казнить, вели слово молвить. Неужто смеешь князя по пустякам тревожить? Сказано же тебе смеющий. А, лоу. Просто типа, ну, хорошо. Я не против, я пойду искать змей, да? Хорошо. Хорошо. Вот так, гонец. Похитил змей-девицу и был таков. А мне теперь искать. Не ждал я от него такого. Ох, не ждал. Какую девицу? Неужто забаву пучатишную? Да, ее самую. И главное, где теперь Горыныча искать? Непонятно. Забаву? Я с тобой, Никитич. Искать я мастер. Ну, давай, гонец. Как-никак, одна голова хорошо, а у змея целых три. Будешь в богатырском деле стажироваться. Вот, значит, какие дела. Я, ребята, вырезал ролики сюжетные, которые были из мультика, потому что за них могут наложить бан на видео. Там по сюжету вы знаете, что произошло. Украли эту забаву. Забаву, Любаву. Что за имена у них раньше были? И нам нужно искать Змея Горыныча. Сюжет очень прост. Пойдемте-ка направо. Это тот самый чувак, смотрите-ка, из-за лишь Поповича, который на балалайке играл. Теперь он играет на Бубенне. Или Бубенец, как называется, не помню. Женщина, скажите мне... Погадай, что ли? Ох, долгие будут твои поиски, добрый молодец. Но шаг в них первый сделать поможет дружок твой старинный бубенный балет. Бубенный? Попович, что ли? Точно. Алешка. Он ведь тут недалеко теперь живет. Мать твою! В игре пропагандируют гадалок. Ой, до чего докатилась. До чего. Вон Алеша Попович там живет. Ну пойдемте к нему. Там можно было еще налево идти, по-моему, что-то там делать. Но я подождусь налево. Вот тут и живет друг мой, богатырь Алеша Попович. А изба ничего. Знатная. Да конечно знатная, смотри какая. Отстроилась в домину. Сирица своей тринадцатилетней девочкой. Если бы это был двадцать первый век, Алеша, ты уже не сидел в этом доме. Так, нашел бокал. Чашка. Можно что-нибудь взять еще? Нет? Ну-ка, Любава. Здорово, Любавушка. А я вот в гости заглянул. Не пущу, Никитич. Вы, как Давича, хмельного за кольчугу зальете? А мы из прошлого-то раза избу только починили. Ммм. Значит она думает, что я бухнуть пришел. А как же спасать мир-то от Змей Горыныча? Вот ты конечно Любава даешь. На тебе чашку в подарок. Нет? Не получится. Ну какая, смотри, смотри. Вообще какая. Так. Че такое? Угу, значит не знаю, что делать с ведром. А чучело у нас огородное стоит. Что-то они все выкидывают. То он, Алеша Павлович, выкидывал свои чашки с водой с гор. Это выкидывает шляпы. Решито, значит. Давайте дальше пройдем. А дальше некуда. То есть нужно что-то с ведром сделать. Может как бы... А, чашку, чашку, чашку. Точно. Вот она. И... Попить что-ли Любавь, видать? Она что, от жажды страдает? Совсем осерчала девка. Не знаю, что ей делать. Ну-ка, попробуй в дом Калеши прорваться. Можно попробовать. А, а, силу, я понял. Гонец княжеский Калеши, пожалуй. Пропускай в избу. А ты часом не с Добрыней? Какое там? У нас и ведомства-то по службе разные. Ну, проходи. Ты хлопец хлипкий, много не наломаешь. Это чувак, как его зовут-то забыл. Блин, только что... Только что... Ладно, забудем, как его звали. Это у нас Тихон. Тихон, который у Добрыни. Я помню, в прошлой серии Папа Повича говорил, что у каждого богатеря есть свой Тихон. У нашего Добрыни есть свой... Как его зовут-то забыл. Ладно, без разницы, как его имя. Вспомним, походу. Алёша, говори мне что-нибудь. Эй, Алёша! Я к тебе друга твоего, богатыря Добрыни Никитича, привёл. Не слышит, что ли? Серьёзно? Он не слышит? Вот это, конечно, да. Игра стевётся надо мной. Нам нужно как-то его привлечь. Банк с мёдом есть. Мука есть. Вода из-под крана течёт. А у нас есть чашка воды, пить его есть. Поваренная соль, морская соль, масло. Непросеянная мука. Какой намёк, да? Вот, теперь просеянная мука. Что нам с этим делать? Как-нибудь скомбинировать? Не в духе богатырь. Сидит угрюмый, на слово доброе не откликается. И только знай, на балалайке бринчит. Так зарок он дал. Пока пирога вкусного не отведает, ни словечко не вымолит. Вот незадача-то. А где же взять пирог, да ещё и вкусный? Может, ты, красавица? И не помышляй. Я девушка современная, не до того мне. Сам возьми да испеки. Вот и бабушка моя говорила, всего-то и нужно. Мука, вода, соль, масло, да варенье для начинки. У нас всё есть, смотрите. Варенье, соль, там, бла-бла-бла. А как его варить, пирог? Может, ещё раз войти? Может, там что изм... Добрыня, нет, ты не иди. Тебе нужно этому. Чё-то ничего не изменилось. Нам нужно приготовить пирог. Таким образом, знает только Любава. А, я не знаю. Питьевая вода, смотрите-ка. Куда я можно сунуть? Э, что? Я сделал что-то? Мука... О, хорошее тесто. Во! Так, что дальше? Соль! Масло! Всё! Куда её? Ну-ка, погонь. Капец. Я думал, украб багануло, и уже ничего невозможно. На всё возможно. Он просто кинул тесто туда. Ты чё? Ты чё? Э! А достать? Ну, допустим, это хороший пирог. Допустим, я всё делал правильно. Ну-ка, покушай, Алеша. Подожди, богатырь. Ммм. Вот это я понимаю пирог. Любави такого ни в жизни приготовить. Приветствую тебя, богатырь Добрыня Никитич, защитник земли русской. Должна быть, беда великая приключилась, что пришёл ты с совета просить. Прозорлив ты, Алёша, так и есть. Похитил змей Горыныч забаву путятишну, князя киевского племянницу. У вас, богатырей, одно на уме. За чудищами бегать да девок искать. Не пущу, Алёша, и не проси. Успокойся, Любавушка. Не пойду я никуда. Никитич, он главный по змеям специалист. Да и сомнительно как-то, чтобы Горыныч на похищение решился. Сомнительно и не говори. Но налицо улика перстень змеев. А значит, нужно отыскать Горыныча. Вот только где его сыщешь? Он от змеиных-то дел отошёл и в коммерцию подался. Точно. Слыхал я, что Горыныч заводик открыл. Яблочный квас гонит. Знатный квас сам пивал. Вот штоп из-под него, держи. Спроси, что ли, у торговок на базаре, где такой товар берут? Спасибо. Помог ты мне, Алёша. Интересно, интересно. Да, в игре присутствует юмор небольшой. Но он такой, знаете, он смешной только из-за того, что он нелепый и не к месту в этой игре. И смотрится как-то на контрасте. Ну-ка, продавец, дай мне... А, нет, тебе я не дам ничего. Будем дальше. А если... Хех, не знаю. Ну, пойдём на кладбище. Рановато мне... Ты чего? Ты серьёзно? Ну-ка, стучи ещё. Нет, он не открывает нам. Нам нужно у кого-то спросить про... Про бухло. Судариня, а не ведомо ли вам, откуда товар такой берёт? Ведомо. Только тайны коммерческие я кому попала раскрывать не намерена. А вдруг ты конкурентами подосланный? Я, Добрыня Никитич, богатырь русский. По князеву делу Горыныча разыскиваю. Да хоть сам Илья Муромец грамоту княжескую принесёшь, тогда говорить с тобой буду. А, какая вредная старушка-то, а какая она. Пойдём к князю грамоту получать. Эко распоясались, казнить бы её до времени нет. Вот, держи. Опа. Вот именно распоясалась преступность-то на Руси. Вот подтверждение моих полномочий. Грамота лично князем подписанная. Ах ти, и пошутить нельзя. Ах вас-то я у купца Ерёма беру. Его лабаз через площадь, в аккурат перед кладбищем. Вот, держи записку на ней, стук секретный. Только по нему в лабазе отворяют. Секретный стук, вот чем прикол-то был. Лягушачий царский по французской моде. Закрыто. Переучёт у нас. Какой он гнидой, а? Ужаслый лягушачий царский по французской моде. Ой-ой, больно отпусти. А ну говори, хамская морда, где купец Ерёма? Богатырь тебя спрашивает. Нету его, нету его, как есть помер. Не ври мне, если хочешь с носом остаться. Говори, где Ерёма? Мне знать надо, откуда он к вас змеиный берёт. Ой-ой, носа не лишай, богатырь. Помер Ерёма, приставился. А где чё брал, никому теперь неведомо. Тьфу ты, напасть какая. Выходит, и вправду приставился. Так, я так понял, нужно вскопать могилу и достать оттуда какие-то вещи Ерёмы. Какие-то... О, аморальная игра. Хорошо, мне нравится. А ну, вылезай, буржуй. Держи ответ перед богатырём русским. Ты серьёзно? О, нет, что игра-то творит? И покой мёртвых тревожит. Я. Я, Добрыня Никитич, богатырь русский. По княжескому повелению Горыныча ищу. Говори, Ерёма, где змей обосновался со своим квасным заводом? Ну, хорошо, охотник-кредитор. Ой, ты, Ентова, Никитич, не кричи. Князь нам призраком не указ. Да и сила твоя богатырская сопротив меня не действует. Так что, ежели узнать, чего хочешь, то давай по-торговому. Ты мне, я тебе. Так что ж тебе, Ерёма, теперь нужно? Могилку расширить? Али плиту с подогревом положить? Ну, кое-чего нужно. Самоцвет лунный принеси, чтобы я к Марфе-купчихе посвататься мог. Тогда и вопросы задавай. Ну, иди, богатырь, и без камня не возвращайся. Самоцвет ему подавай. Кстати, этого чувака озвучивает Тихон. Мне так непривычно было. Там какая-то головоломка. Явно что-то здесь нужно сделать. А, что? Смысл этой штуки? Эм, что за мистическая игра? Это капец. Проводок пошёл. О, да. Ес. Дверь открыта. Как всё таинственно, а? Ну-ка, пойдёмте внутрь. Ой, 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 ой. Звуки опять идти. Кольцо какое-то лежит. Непонятно, какое кольцо, да? Череп. Штучка. Вон, там в стеклянном желудке что-то лежит. Не знать, что, да? Может, пивасик налить куда-нибудь здесь? Топор есть. Ой, топор. Молот. Может быть, разбить? Попробуем. На тебе. Я так понял, это самоцвет, да? Заготовка. Её сюда, да? Это типа такой обряд, обряд. Обряд заготовки самоцвета, чтобы он стал лунным. Угу. Я так понял, нужно их в центр направить и... Это мои предположения. Вот так. Включай. Да пусть загорится мой самоцвет лунный. Да луна его озарит. А, это ещё не конец, типа. Смотрите, вон там череп. Вон тот. Он смотрит, как бы, вот сюда. Вот так. Тот череп смотрит прямо. Этот чуть сюда. Хех. Нет, нет, нет. Нифига ничего не так. Я перепутался. Так, стоп, стоп. Там отломано что-то. Эээ. Или не отломано? Вот это... А, а, ха. Нихера. Видимо, у меня получилось. И он теперь готов. Я, я, я не знаю, как я это сделал. Там, там какая-то... А, блин. Игра, игра. Ты мне прям... Это сложно мне. Вылезай. Кто? На тебе самоцвет. Вот, держи лунный самоцвет. Пришлось из-за тебя гробницу алхимика придворного разворошить. Спасибо, богатырь, за камешек. И вот тебе мой ответ. Обитает теперь Горыныч в Дальнем Забугорье. Эмигрировал, значит. Ну, а где точно свой завод поставил? Неведомо мне. Ну, все. Бывай здоров. Как так неведомо? А ну, вылезай, мошенник. М-м-м, суппоста. О-о-о-о-о. Суппоста какой. Именно. Именно. Купчина. Мошенник прожженный. Обманул ведь. Камень взял, а толком ничего и не сказал. И что делать-то? Оформляем визы в Дальнем Забугорье. Хе-хе. А вот мы в Дальнем Забугорье. Давайте, наверное, ребята, на этом моменте и остановимся. Мы прошли одну главу. Что там говоришь? Вот он, Дальнем Забугорье. И где тут змея искать-то? Ну, Горыныч, он персона видная. Особенно, если летит низко. Такого все знать должны. Выходит, нужно проспросить местных о нем. Все, он замолчал, наконец-то. Мы прошли одну такую мини-главу, мини-локацию, которая нас перекинула теперь дальше к сюжету. В следующей серии с вами продолжим. Чем больше будет лайков, тем быстрее будут серии. Спасибо огромное, что поддерживаете эти игры. Мне очень приятно, что именно вот они вам нравятся, вот эти вот прохождения, как и мне, по именно богатырям. Это прям вот детство. Это круто, что я с вами разделяю эти ощущения. Спасибо, что смотрели, спасибо, что лайкнули. Ждите следующей серии. С вами был Стек. Всем удачи. Всем пока.